Осиное гнездо ликвидировали спасатели на территории детского сада в Ленинском районе. Укус насекомых может вызвать анафилактический шок и оказаться смертельно опасным. В это время года осы наиболее активны. Чаще они строят улья на дачных участках, под кровлей и на чердаках. Как избежать опасного соседства и что делать, если вас все же укусили? Об этом Татьяна Кияева. Где надо? Вот сюда, вот они. Осы построили ульи под крышей сарая. Они селятся в тёмных закрытых местах. Дачники таким соседям не рады. Не могут спокойно отдохнуть в беседке. С опаской заходят в парники и теплицы. Эти опасные насекомые обитают не только на дачах. Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы ликвидировали осиное гнездо в одном из детских садов Ленинского района. Его обнаружили в пристройке у входа в овощехранилище. Специалисты убрали ульи в пакет и увезли подальше от города. Ос выпустили, а гнездо уничтожили. Чтобы обезопасить себя от неприятного соседства, помещение нужно тщательно проверять. В начале лета надо просматривать. Там, где были раньше гнезда, надо просматривать. Пройти и надо запенить, если это щель какая-то, да, при помощи строительных каких-то материалов. Ну и можно обманки повесить. Ничего сложного нет. Коробку смять, повесить её и посмотреть, может быть, эффект даст. Для большинства людей укус осы – это мелкая неприятность. Немного поболит и пройдёт. Но бывают и тяжёлые аллергические реакции. Яд насекомого может вызвать анафилактический шок. С каждым последующим укусом выработка антител к этому яду увеличивается. И поэтому с каждым последующим укусом вероятность развития анафилактический шок увеличивается. Поэтому когда-то были местные реакции, потом вроде как появилась крапивница, а после этого может развиться анафилактический шок. Люди, которые имеют склонность к аллергическим реакциям, должны всегда держать при себе препараты неотложной помощи. При сильной реакции нужно сразу вызывать скорую. Для остальных пострадавших схема действий при укусе достаточно проста. Первым делом нужно осмотреть рану и вытащить жало, если оно осталось. Вытаскивать пинцетом, ни в коем случае не выдавливать. Затем обработать место укуса спиртом или перекисью водорода. Замотать стерильным винтом. В течение дня постарайтесь пить больше воды и примите антигистаминный препарат. Известно, что осы любят сладкие напитки и продукты. Их привлекают запахи парфюма и яркая одежда. Стоит быть особенно внимательным, если пьёшь на улице лимонад или ешь мороженое. Татьяна Кияева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Дмитрий Кан, Новосибирский новости. Продолжение следует...